Доктор философии Венского университета 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 Конечно, основная причина, по которой эта тема поднимается сейчас, связана с процессом интеграции в ЕС. В этом процессе участвуют шесть западно-балканских стран. Сейчас к нему присоединяется и Украина, и Молдова тоже. Украина находится в том же процессе, что и западно-балканские страны, но это не означает, что она находится в том же самом статусе. Есть много различий. Смотрите, Исландия может подать заявку на вступление в Европейский Союз в следующем году, и это будет тот же самый процесс, что и в Украине. Конечно, Исландия и Украина – это очень разные стороны, но у них есть одна общая черта. Однозначно, с Украиной больше сходства с западными Балканами, чем с Исландией. Не в размере по территории, и в этом вы абсолютно правы. Западные Балканы меньше Украины более чем в два раза. Но я хочу сказать, что есть история коммунизма, которая в Югославии была совсем иной, чем в Советском Союзе. Хотя есть в чем-то и некоторые сходства. Трансформация началась примерно в 1990 году. Страны западных Балкан пережили войну совсем другую, чем та, от которой страдает сейчас Украина. Вопрос восстановления, вопросы беженцев, возвращения, справедливости – все эти вопросы существовали в западных Балканах. Главное то, что европейская интеграция была предложена западным Балканам в 2000 году, когда закончилась война. В определенном смысле, как и Украина решила, что она хочет подать заявку на членство во время войны. Так и для западных Балкан дверь была открыта в контексте окончания войны. Именно через этот опыт войны существует связь между Украиной и западными Балканами. Вы сказали 2000 год. Это означает, что 24 года уже прошло, но балканские страны все еще кандидаты. Почему так? Конечно, есть примеры стран, которые имели успех. Хорватия – одна из тех, кто сумел присоединиться к ЕС. Это произошло 10 лет назад. Им во многом повезло, этот процесс прошел гладко. Почему Хорватия добилась успеха? В обществе и в политике существовал консенсус относительно того, чтобы сделать это приоритетом номер один и довести дело до конца. И они очень быстро стали лидерами. Им повезло, что их не блокировали страны-члены ЕС. Никто не был против вступления Хорватии. Были некоторые сложности со Словенией, но они не стали препятствием, и их удалось решить по-дружески. Другие страны не справились со всем наследием войны. Не разобрались и сегодня. У них до сих пор есть открытые вопросы. У Сербии есть неурегулированные отношения с Косово. У Боснии есть внутренние проблемы. У Хорватии не было всех этих проблем. Также это касается и демократии. Если взять уроки западных Балкан, то, что может взять для себя Украина, первое – это убедиться, что вы остаетесь на демократическом пути. Я не говорю о диктатуре, но я говорю о попытке создать стабильную демократию, в которой все согласны с тем, что европейская интеграция – это то, чего вы хотите достичь. Потому что если у вас нет такого консенсуса, то вы можете легко сойти с пути. Вы можете поменять свое мнение о том, что вы не решаете все вопросы или проблемы со странами-членами ЕС. Потому что, опять же, вы не хотите быть заблокированными. Северная Македония, как страна, начиналась в то же время, что и Хорватия. Она была готова еще 20 лет назад, но сначала ее заблокировала Греция из-за названия. Потом этот вопрос разрешился. После этого ее заблокировала Франция, а за ней и Болгария. Я думаю, что для маленьких стран этот риск гораздо выше, чем для больших. Для западных Балкан риск больше, чем для Украины. Потому что у Украины есть сильные сторонники в Европейском Союзе и есть сильные моральные аргументы из-за войны. Но поймите, это те риски, которых нужно избегать. Вот в ходе мероприятия по поводу начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз мы говорили о демократии. И я услышала от депутата парламента нашего украинского удивительную цифру. 87% жителей Украины сейчас приняли бы участие в референдуме по поводу вступления в ЕС. Вопрос в том, хотим ли мы вступить в Европейский Союз, он очевиден. Но все же не все страны ЕС хотят нас там видеть. У нас еще есть, ну, по крайней мере, одна страна, которая, как я понимаю, будет блокировать наше вступление, и это Венгрия. Всегда существует риск блокирования стран, и обычно это отдельные правительства, которые используют или же злоупотребляют своей властью в качестве государства-члена. И мы должны понять, действительно ли в данном случае Венгрия собирается это сделать. Потому что блокирование членства в ЕС дорого обходится каждому государству-члену. Это нарушает европейское единство. Многие другие страны-члены будут очень недовольны. Поймите, ведь это европейский проект, где европейские страны в целом очень едины в том, что Украина должна быть в Европейском Союзе. И если одна страна использует свои двусторонние споры для блокирования Украины, то я думаю, за это придется заплатить очень высокую цену. Возникает вопрос, готова ли Венгрия или правительство заплатить эту цену. Это мы увидим в будущем. Но для Украины, я думаю, ключевым моментом является, конечно, сохранение и формирование сильной демократии. Это также касается и реформ. Ведь люди всегда говорят, что существует множество страниц-законов, которые страна должна выполнять. Но на самом деле вопрос состоит не только в количестве страниц, но и в том, как заставить их работать на практике. Принимать законы – это нелегкая задача для существующих стран-членов и тяжелая работа для новых стран-членов или тех, кто хочет присоединиться. И все это, как вы понимаете, отвечает интересам страны. Речь идет не о том, что хочет ЕС, а о том, что интересы должны быть общими. Важна не только желание, но также политическая воля. Если избранные лидеры хотят этого, то это возможно. Это важно, но одного этого недостаточно. Нужны также структуры, которые будут выполнять эти законы, чтобы они действительно работали, вплоть до самого низкого уровня, чтобы можно было быть уверенным, что они действительно работают. Это трудная задача для любой страны. Хотелось бы понимать, какие аргументы есть у Евросоюза в отношении Венгрии, для того, чтобы заставить ее изменить свое решение. Возможно, юридические аргументы. Я много раз слышала от многих политиков, что некоторые страны были приняты в Европейский Союз даже без завершения всех реформ. Если сравнивать с Украиной, как вы думаете, это справедливо? В отношении вопроса Венгрии, скажу так, она еще не наложила вето, так что давайте подождем, пока это действительно произойдет. Но я думаю, что главное – это подготовиться и продумать способы избежать блокирования. То есть иметь сильных союзников в Европейском Союзе, сильные государства-члены, которые постараются расчистить путь и избежать этих веков. Которые будут вести закулисные переговоры и говорить, что если вы будете блокировать Украину, то у вас возникнут трудности или что-то еще. Именно так ведутся переговоры в Европейском Союзе. Если говорить о справедливости, то расширение с течением времени становилось все сложнее. Украине и странам Западных Балкан труднее присоединиться к ЕС, чем Испании 30 лет назад. Отчасти это объясняется тем, что Европейский Союз стал более сложным. Сегодня у него гораздо больше полномочий, чем 30 лет назад. Другая причина заключается в том, что, как мне кажется, ЕС извлекает уроки из каждого расширения и из ошибок каждого расширения. Многие говорят, что, например, Румыния и Болгарии было позволено вступить в ЕС слишком рано, что они не были готовы, что это было скорее политическое решение. А потом они говорят, что мы не можем допустить такого повторения. Поэтому Западным Балканам стало труднее. Страны ЕС забеспокоились, что слишком расслабились в отношении Румынии и Болгарии. Можно сказать, что это несправедливо, но также нужно понимать, что это не плохие условия. Просто они требуют, чтобы у вас были хорошие механизмы противодействия коррупции, чтобы у вас было верховенство закона, отличные суды. Это именно то, что граждане в любом случае должны хотеть увидеть в стране. Так что не то, чтобы Украине или Западным Балканам было обидно, если они будут реализованы. Я думаю, все понимают, что речь не идет о 100% внедрения. Дело не в том, что все должны работать идеально. Никто не ожидает, что Украина станет как Швеция. Ведь даже без войны это очень сложно, это очень непросто. Это непрерывный процесс. Нужно убедиться, что, во-первых, большая часть условий реализована, и что у вас есть ощущение, что страна намерена продолжать это делать. Есть опыт в Венгрии, а также в некоторой степени Польши, где после вступления в Европейский Союз произошел откат назад. Именно это беспокоит многих членов ЕС, потому что они говорят, как мы можем быть уверены в том, что Украина сейчас много делает, потом присоединяется, а потом следующее правительство будет недемократичным или антиевропейским и так далее. Ну, как в Венгрии. Совершенно верно. Да, вот именно. Если вы, например, скажете это Нидерландам, которые очень настаивают на демократии, то они ответят, что они не хотят, чтобы был еще один Виктор Орбан. То же самое говорят и о Западных Балканах. Они беспокоятся о правительстве Сербии. По их мнению, сербское правительство не так уж сильно отличается от правительства Виктора Орбана. У Украины сейчас совсем другие обязательства перед Европейским Союзом. Но, по сути, речь идет о том, чтобы убедиться, что даже вступив в Евросоюз, вы продолжите придерживаться основных европейских правил. Мы наблюдаем сейчас моменты истории, как все меняется, и причем очень быстро. Даже кандидатство до начала полномасштабной войны было скорее мечтой, иллюзией, надеждой, и уж точно не было ожиданий, что все будет происходить так быстро. Почему для Европейского Союза стало так важно расширять свой Союз? Ведь до этого разговоры о расширении были закрыты. И я помню, что речь шла, по крайней мере, на 15, на 20, а может быть, даже и на 30 лет вперед. И вот сейчас Европейский Союз вернулся к этой идее расширения с Украиной, с Молдовой. Мы надеялись, что будет и Грузия, но, к сожалению, пока нет. Почему же так важно это расширение для Европейского Союза сейчас, кроме экономических составляющих? Знаете, если бы не было заявки Украины на членство, это было бы не так важно. Именно просьба Украины о вступлении сделала это вопросом. Вы знаете, в первые дни войны это было настолько мощно, что это нельзя было игнорировать. Это был символически хорошо выбранный момент, потому что ЕС не мог сказать «нет» стране, подвергающейся нападению. И стране, которая явно хочет вступить в Европейский Союз. Давайте вспомним революцию достоинства, где люди стояли с европейскими флагами. Ведь тогда нельзя было сказать «мы вас не хотим видеть в ЕС», особенно если люди выступают за демократию и размахивают европейскими флагами. Это привело к тому, что Европейскому Союзу стало очень трудно игнорировать этот факт. Конечно, есть некоторые страны-члены, которые и до этого выступали за расширение. Может быть, не конкретно по отношению к Украине, но, например, они очень сильно выступали за присоединение Западных Балкан. И всегда были те, кто относился к этому скептически. Поэтому я думаю, что настоящим, скажем так, чудом является то, что сегодня нет ни одной страны-члена, которая открыто выступала бы против расширения. Франция, Нидерланды, страны, которые были настроены очень скептически, теперь говорят «хорошо, давайте сделаем это». Более того, они открыли для себя политическую цель. До этого это рассматривалось как проблема, ведь бедные страны стоят денег, и они рассматривали это через призму затрат и потери влияния в Европейском Союзе. Это было главным аргументом сказать, что если Европа хочет, чтобы ее воспринимали всерьез, то это невозможно, если она исключает Украину. Ну, участие в Европейском Союзе не дает автоматически гарантии безопасности для Европы или для Украины. И мы понимаем, что это вопрос скорее военный или военным экспертам. Но почему, например, Германия и Франция полностью изменили свое отношение к вопросу принятия Украины, если это не связано исключительно с вопросами безопасности? Я думаю, что это символично. НАТО, конечно, является основой безопасности в Европе, и нет никаких сомнений в том, что это оборонительный альянс, который обеспечит гарантии безопасности для Украины. Надеюсь, что то, что произошло, никогда не повторится. Но знаете, символически, а также с точки зрения идентичности, Европейский Союз гораздо важнее. Когда вы говорите о том, как вы идентифицируете себя, как вы чувствуете себя в общей сфере, то вы смотрите на Европейский Союз. И вот это чувство, если спросить испанца, ирландца или немца, как они чувствуют солидарность с Украиной, это идея быть вместе в Европейском Союзе, которая вызывает гораздо больше эмоций, чем НАТО. Это юридическое требование, юридическая поддержка, и это очень важно во время нападения. Когда вы говорите о реконструкции, когда вы говорите об общих институтах, тогда в дело вступает Европейский Союз. Поэтому я думаю, что это все хорошо понимают. Конечно, в тот момент, когда вы находитесь в состоянии войны, когда вы подвергаетесь нападению, тогда сторона безопасности более важна, включая поиск путей обеспечения своего будущего, как независимой страны, обладающей территориальной целостью. Но с точки зрения экономического и политического будущего, это Европейский Союз. И я думаю, что политики во Франции и Германии понимают, что это не или-или, а они дополняют друг друга. Я вспомнила одну вашу цитату, где вы сказали, что расширение ЕС часто продиктовано фундаментальной или даже экзистенциальной угрозой. Если вы говорите о Германии, Франции, других странах, которые действительно понимали, как важно иметь сильную Европу, чтобы не позволить такой диктатуре, как Россия, дестабилизировать ситуацию, то почему же они не поняли это до полномасштабного вторжения? Не слишком ли цинично говорить об этом после? Ведь мы знаем, сколько финансовых связей с российскими олигархами, сколько пропагандистских воздействий оказали на общество европейских стран в этот период. Почему это и дальше происходит после начала полномасштабного вторжения в некоторых странах? Я думаю, что все, что было до этого, можно было игнорировать. Не то, чтобы это следовало так делать, но можно было игнорировать войну на востоке Украины. Аннексия Крыма – это были события, которые, конечно, осуждались. Но многие европейцы считали, что это их не касается. Это далеко, и они этого не понимали. Во время многих дебатов в Австрии, стране, которая, к сожалению, не приложила усилий, чтобы дистанцироваться от России, я увидел, что люди выступали, пытаясь оправдать аннексию Крыма, мол, он был отдан Украине Советским Союзом. И все эти аргументы я слышал много раз в Австрии, и я всегда выступал против этого. Но когда в прошлом году началось полномасштабное вторжение, игнорировать всю эту ситуацию стало невозможно. Конечно, в Европе есть люди, крайне левые и крайне правые, которые говорят «О, знаете, это вина НАТО» или «Знаете, это не вина России». В целом, австрийцы понимают, кто является агрессором, и что эта агрессия, такого масштаба, такой Европа не видела с 1945 года. В Европе были войны, но не такие большие. И я думаю, что это шокировало людей. И это дало политическим элитам, правительствам возможность сказать «давайте действовать». Французские политики часто боялись и не решались зайти так далеко, чтобы сказать «давайте думать об Украине как о члене Европейского Союза». Но теперь это стало возможным, потому что это явная, возмутительная агрессия, которая стала гораздо более серьезной по интенсивности и стала угрозой для Европы. Ведь предыдущие военные конфликты казались локальными, ужасными для Украины, но локальными настолько, чтобы можно было их игнорировать. Это не было нападением на европейскую столицу. Вторжение такого масштаба с применением военной техники – это то, что ощущалось не только в Берлине, но и в странах Балтии и в Варшаве. Это ощущалось во многих столицах Европы, где понимали, может быть, мы и не следующие, но, по крайней мере, это экзистенциальная угроза для нас. И это то, что действительно изменило, как мне кажется, мышление многих европейских лидеров. Хорошо, давайте поговорим о примере Балкана, поскольку вы являетесь экспертом именно в этой области. Вы много путешествуете по этим странам. Вы знаете досконально историю, например, ситуации с Сербией. Давайте разберем пример этой страны. Я хочу понять, как это возможно, чтобы эта страна пыталась балансировать, с одной стороны, осуждая российское вторжение, а с другой стороны, не поддерживая европейские санкции против России, и при этом продолжать вести переговоры с Путиным или с российским бизнесом и позволять вал пропаганды внутри своей страны, которая так влияет на общественность. Отличный вопрос, который меня также тревожит. Я пять лет прожил в Белграде, я очень хорошо знаю Сербию и много лет работал там с коллегами. И позиция сербского правительства меня очень беспокоила, потому что я чувствовал, что оно прямо или косвенно поддерживает Россию, не вводя санкции, не осуждая агрессию, как должно было быть. Они голосовали за резолюции против нарушения территориальной целостности Украины, но они не перечисляли имен тех, кто несет ответственность за нападение на Украину. Как будто это сделали инопланетяне. Я думаю, что отчасти это связано с самим правительством. Оно авторитарное и пытается использовать контакты с Востоком и Западом повсюду, чтобы максимально расширить свои возможности. Ну, так же и с Китаем. Да, абсолютно верно. Но я думаю, Китай сейчас гораздо важнее для России, потому что у него больше денег. Ну, это какое-то политическо-акробатическое шоу. Да, это словно копия того, что делала Югославия, разделяя Восток и Запад. Но в новом мировом порядке и без каких-либо ценностей. Это политика бесценностей, когда вам все равно, кто прав, кто виноват, кто жертва, а кто нападающий. Вы просто хотите иметь хорошее отношение со всеми. Это очень аморальная политика, которая противоречит европейской. Политика ЕС пытается принимать решения, основанные на ценностях. И это означает, что агрессор должен быть подвергнут критике. Проблема в Сербии заключается еще и в том, что многие используют идею, которую люди отождествляют с Россией исторически. Они видят Югославию и Советский Союз и проводят параллели. Так они видят ситуацию с войнами 90-х годов, когда Сербия была вовлечена в Боснию и Хорватию. И сегодня Сербия по-прежнему видит себя не виновником войн, а жертвой. Поэтому она видит себя в таком же положении, как и Россия. И использует аналогичные аргументы. Она говорит, что сербские меньшинства находятся под угрозой в соседних странах. И использует те же аргументы, которые Россия использовала для оправдания своей агрессии против Грузии или Украины. Я смотрел сербское телевидение и смотрел на аналитиков, описывающих войну. Некоторые из них – бывшие генералы, осужденные за военные преступления, которые сейчас анализируют войну в Украине. И они мысленно ставят себя на место России. Они как бы видят себя в ее роли и говорят, Запад поддерживает Украину так, как Запад не поддерживал Хорватию в 1990-е годы. Безусловно, происходит некое сопоставление двух конфликтов. Но никто же не нападал на Россию. Конечно. Да, это другая ситуация. Конечно, на Сербию тогда никто не нападал. В этом и схожесть, как эта агрессия оправдывалась. Было много других различий, несомненно. Это реальная проблема, которая отравляет общество во многих отношениях. И Сербии придется с этим бороться. В стране очень сильное антизападное настроение из-за вмешательства НАТО в дело Косово. Что затрудняет принятие того, что НАТО может быть позитивным игроком в Сербии. Им это очень трудно понять. Да, здесь другой исторический контекст и, возможно, другой юридический вопрос. Поэтому, если мы говорим о Сербии, то можно ли говорить о вопросе морали? Если они хотят стать европейской страной, они прошли через все те зверства войны. Они знают, как это наблюдать, как уничтожается мирное население с соседями. Но для них аргументы все еще неизменны. Как же мы можем с ними коммуницировать? Разве Сербии недостаточно поддержки со стороны Европейского Союза финансов? Почему они все еще слушают Путина? Может быть, у них просто не хватает самостоятельности, независимости, чтобы принимать собственные решения, потому что они зависимы от российских денег? Я думаю, что российское влияние в Сербии на самом деле довольно незначительное. Оно в большей степени обусловлено внутренними причинами. Пропаганда в Сербии идет не из России, а из самой Сербии. Это газеты, средства массовой информации, которые пропагандируют это. Контролируется правительством. Так что в определенном смысле это политика правительства. И я думаю, что здесь есть две причины. Первое заключается в том, что Сербия так и не смогла справиться с войнами 90-х годов. У них не было критического обсуждения преступлений, совершенных их собственной армией. Поэтому сейчас в Сербии происходит героизация военных преступлений. Это очень мешает принять то, что происходит в Украине. И вторая проблема заключается в том, что там не демократическая, не свободная страна, где, по сути, правительство контролирует большинство каналов СМИ, которые продвигают такие нарративы. Есть, конечно, и те, кто говорит, что мы должны быть на стороне жертвы. Но эти голоса приглушают и не дают им высказывать свою позицию. Ведь правительство контролирует месседжи. Если президент Сербии боится потерять власть, или он больше боится отместки со стороны России, ну или еще чего-нибудь, или, возможно, он просто слушает своих людей, которые верят российской пропаганде. Я хочу просто понять причину всему этому. Он хочет остаться у власти. Его мотивация – власть. И вы знаете, он будет лучшим союзником с Кувейтом или с тем, кто будет нужен для сохранения его власти. Россия была полезна, но, знаете, в последние годы Сербия больше переключилась на Китай, потому что Китай может предложить гораздо больше, чтобы он оставался у власти. Больше денег на строительство инфраструктуры, на покупку старых заводов. У России этого нет. Хотя у них есть энергетическая зависимость. Россия делает это не потому, что нынешнее правительство видит в этом свои собственные интересы. Они манипулируют населением. И, конечно, в таких обстоятельствах население становится очень антинатовским, очень антиевропейским. У них Путин на обложке как герой бульварных газет чуть ли не каждый день. Поэтому, если вы слышите это в течение 10 лет каждый день, то некоторые люди начинают в это верить. И тогда правительство говорит, ну, это не то, что мы хотим, но это то, чего хочет народ. Но это видимая манипуляция, потому что на самом деле это не свободное решение людей. Оно основано на контроле средств массовой информации. Может быть, это еще и вопрос справедливости, потому что мы понимаем, что еще не все военные преступники понесли наказание после окончания Югославской войны. Возникает вопрос, как в этой ситуации мы можем быть уверены, что будет такой же успешный специальный трибунал по отношению к российским руководителям, и они действительно будут наказаны. Из трибунала по Югославии мы вынесли урок, что эти процессы могут быть очень трудными и долгими. К счастью, в случае с Югославией людей в основном арестовывали и отдавали под суд. Никто не ожидал этого в самом начале. Когда сейчас люди говорят, что, мол, мы не можем себе представить, чтобы Путина когда-нибудь судили, я говорю, ну, знаете, может быть и не можем, но в 1993 году, когда ООН создала трибунал по Югославии, никто не представлял себе, что кто-то из лидеров когда-нибудь предстанет перед судом. А они предстали. Не все, правда. Некоторые из них умерли или что-то в этом роде, но большинство из них оказались там. Но проблема заключалась в том, что эти судебные процессы проходят очень далеко. Они проводятся на английском языке в Нидерландах. Мало кто понимал, о чем вообще шла речь. Большинству из них говорили, что подсудимые – это герои, это хорошие ребята. Они сражались за страну. Ну, то же самое происходит сейчас и в России. Совершенно верно. Поэтому очень трудно убедить людей в том, что этот суд вершит правосудие, что это справедливый суд. Конечно, можно сказать, что это справедливый суд. Но если людям говорят, что это герои, тогда это осложняет дело. Лучший трибунал – это трибунал в той стране, откуда родом преступники. То есть, конечно, в России сегодня это немыслимо. В случае с Югославией очень мало людей были осуждены в тех странах, откуда они родом. В Боснии такие случаи были, и это было очень важно. В Сербии тоже было несколько дел, и они были символически гораздо важнее, чем дела в Гааге. Потому что никто не мог этого отрицать. Никто не мог сказать, что это иностранцы решают за нас. Они могут сказать – это наши судьи. На нашем языке говорят, что эти ребята – преступники. Гораздо труднее отрицать, что это преступники, если они осуждены вашей собственной стороной. Но это требует новой системы для России, на сегодняшний день немыслимо. В этих условиях мы не можем быть на 100% уверены, что главные военные преступники могут быть выданы этой страной, даже Нидерландами, да любыми другими странами Евросоюза, для вынесения приговора. Это может быть просто символическим шагом. Это должен быть настоящий суд, который требует, чтобы человек, назначающий судебное разбирательство, имел право на справедливый процесс. И это очень важно. Справедливость – это то, каким должен быть действительно справедливый суд, чтобы быть легитимным. В моем понимании, человек должен находиться на скамье подсудимых. В Хорватии было проведено несколько заочных судебных процессов над людьми, которых там не было. Но это не было честно, потому что это не делало процесс легитимным. Это не помогло разобраться с преступлением. В какой-то степени может потребоваться время для того, чтобы те, кто несет ответственность за свои преступления, были наказаны. В случае с российской агрессией, возможно, некоторые люди никогда не будут наказаны. Трудно представить, что все они будут пойманы, ведь тысячи людей несут ответственность за эти военные преступления. Конечно, есть лидеры, которые заслуживают наибольшего наказания. Но причастных тем или иным образом к этим преступлениям тысячи, и всех притянуть к ответственности практически невозможно. Ведь их число просто слишком большое. Для Украины этот процесс будет важен в контексте восстановления справедливости. А для России это будет важно, чтобы разобраться со всеми ужасами, которые их правительство совершило. Поэтому, в некотором смысле России, эти суды нужны даже больше, чем Украине, чтобы продолжить существовать и коммуницировать с другими странами. Но, конечно, сегодня это невозможно представить. Ну, безусловно. Сейчас это звучит больше как фантастика. Давайте поговорим о некоторых позитивных перспективах Украины в Европейском Союзе. И вот в брошюре, посвященном мероприятию, на котором мы с вами встретились, я увидела одну фразу. Центральная Европа далека от общей позиции. Что это значит? Речь идет о Венгрии или о других странах, которые нейтральны в этом вопросе до сих пор? Какова же их позиция и как улучшить эту ситуацию? Вышеградские страны, Словакия, Чешская Республика, Польша и Венгрия – это единство давно исчезло. И в основном в этом виновата Венгрия, которая, особенно, как мне кажется, из-за войны в Украине, расколола эту группу. Есть такие страны, как Чехия, Словакия и Польша, которые очень решительно поддерживают Украину. А Венгрия идет в противоположном направлении, занимая некоторые пророссийские позиции. С Польшей есть некоторые трудности, особенно по вопросам сельского хозяйства. Но я думаю, что это временно, потому что основная идея заключается в том, что есть ощущение совместной цели. Словакия – это еще один случай, который может оказаться сложным, потому что в Словакии скоро пройдут выборы. А кандидатов, которые являются сторонниками Украины, все меньше. Я думаю, что это гораздо большая европейская проблема, что есть ультраправые или популистские партии, которые используют недовольство людей. Они часто склонны быть, если не пророссийскими, то, по крайней мере, гораздо более амбивалентными в отношении Украины. Иногда потому, что они открыто поддерживают российские идеи. Иногда потому, что они пытаются получить голоса тех людей, которые говорят, что не нужно поддерживать Украину, что нужно поддерживать себя или верят в некоторой дезинформации, которая распространяется вокруг. У меня осталось два вопроса к вам. Первый – о наших новых друзьях. Очень интересно поговорить о роли стран, которые участвовали в мероприятиях по поводу переговоров о вступлении Украины в ЕС. Это Испания, Австрия, Германия и Франция. Особенно интересны Австрия и Испания. Почему они так важны в этом переговорном процессе? И что это за неожиданные друзья для Украины? Стоит думать не только о странах, которые находятся рядом, но и о тех, которые гораздо дальше. Испания – это страна, находящаяся на другом конце Европы, вместе с Португалией. И хотя вам может казаться, что стоит концентрироваться на союзниках, которые рядом, как, например, Польша, но эти более далекие страны также могут оказать поддержку. Вы можете даже не знать и даже не задумываться, что у вас там есть сильные союзники. И я думаю, что это один из уроков, что в ЕС 27 стран. И вы знаете, Испания – это большая страна в Европейском Союзе. И это страна, которая присоединилась к Европейскому Союзу после десятилетий диктатуры. Для Испании идея вступления – это многолетний опыт. Ведь в отличие от Австрии или, скажем, Швеции, они вступали не с позиции длительного процветания и демократии. А в период, когда была нестабильность, когда было ощущение, что Европейский Союз – это способ обеспечить будущее. Поэтому я думаю, что Испания во многом понимает Украину и сочувствует ей. На самом деле, многие страны вступают в ЕС, потому что они уже находятся в очень стабильном положении. Испания боролась за демократию. Украина борется за территориальную целостность и против агрессии. И это дает ЕС актуальности и большого значения. И я думаю, что именно здесь Испания в определенном смысле является неожиданным, но, как мне кажется, очень полезным союзником. Вы знаете, наше восприятие Европейского Союза было в основном через туристическое видение. Но теперь многие люди стали вынужденными беженцами. Миллионы украинцев живут в странах Европейского Союза. И, будучи беженцами, теперь они видят иные вещи, которые не замечали, будучи туристами. Ну и, конечно, у них пропали ли такие яркие впечатления про Европейский Союз? В том числе говорят, что война в Украине показала много проблем и в самом Европейском Союзе. Вашим гражданам. Какие же это проблемы? И может ли Украина, в конце концов, помочь Европе стать более сильной, более единой после этой войны, не позволяя и далее всем возможным диктатурам распространять свои корни? Я думаю, что многие украинцы, бежавшие от войны, разъехались по всей Европе. И, конечно, у некоторых из них есть надежда на солидарность и поддержку. И я думаю, что во многих странах они получили это. Но также не забывайте о трудностях, иногда обиде и враждебности. Мы принимали в нашем университете в Граце украинских беженцев, которые приехали в первые месяцы войны. И им пришлось столкнуться со многими бюрократическими препятствиями и такими банальными вещами, о которых вы никогда не думаете. Но они потом становятся препятствием для оказания помощи. Многие украинцы сейчас изучают ЕС изнутри в разных отношениях. И это позволило наладить коммуникацию между Украиной и странами ЕС. Например, те украинцы, которые оказались в Австрии, рассказывали австрийцам об Украине. Европейцы встречались с украинцами и видят, что это не просто что-то по телевизору. Это реальные люди, которые очень ментально похожи на нас. Так что это отличный обмен информацией. Хоть и не добровольный, и связан с ужасными обстоятельствами. Что касается того, какой вклад может внести Украина, это очень хороший вопрос. Это может помочь вам в вашем вступлении, если вы скажете, что вы сможете дать ЕС, а не только взять. Это понятие «давать и брать». Вы знаете, все хотят получать выгоду. Смотрите, я родом из Люксембурга, очень маленькой страны, окруженной соседями. Поэтому для нас очень очевидно, что членство в Европейском Союзе позволяет нам защититься от соседей, которые больше и могут нас игнорировать. И у нас есть право голоса за столом переговоров. Но мы должны также вносить какой-то свой вклад. Люксембург не может вносить огромный вклад в европейскую безопасность, потому что у нас небольшое население. Но Украина вносит свой вклад тем, что показывает Европе, что это действительно мирный проект. Это то, что было забыто. Большинство европейцев всю свою жизнь жили в мире. Мои родители родились сразу после окончания Второй мировой войны. Но большую часть своей жизни они прожили в мире. Я жил в мирной стране, и мне повезло. Это опыт большинства граждан ЕС. Я думаю, что украинцы могут помочь европейцам, напомнив им, что мир – это то, чего нужно добиваться, а не то, что это приходит автоматически. А этот факт напоминает им, что мир требует работы, усилий и защиты. Это то, что мы можем сделать только вместе. И в этом смысле, я думаю, есть цель, которую Украина дает ЕС и напоминает о том, почему мы сделали этот процесс европейской интеграции. Мы делали это не для того, чтобы разбогатеть. Мы делали это не для того, чтобы жить в достатке. Мы сделали это, потому что мы хотим жить в мире. И Украина напоминает нам об этом. Украина может внести свой вклад не только в контексте войны, но и в культурном, в историческом и в экономическом плане есть много аспектов, которые вы можете предложить. Ну, это звучит как современная модель бизнеса. Когда ты пытаешься найти работу и приходишь на собеседование с руководителями компаний, ты всегда должен прежде сказать, что ты можешь им предложить. Понятно. Что ж, большое спасибо вам за интервью. Спасибо.